Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен налобному фонарю фирмы Nightcore, модель HC50. Приобретался в магазине gibbest.com и стоит он в этом магазине 60 долларов, но если использовать купон на HC50, то цена снижается до 42 долларов. Точнее 41 доллар 99 центов, ну короче говоря 42 доллара и насколько я могу судить, это вроде бы самая низкая цена, которая сейчас есть. В среднем по магазинам он стоит порядка 60 долларов, иногда попадается что-то вроде 56-57, так что цена видимо самая низкая на данный момент. Фонарь 2013 года, не совсем новинка, но в то же время фонарь по-прежнему является достаточно актуальным, достаточно современным и он весьма популярен. Фонарь относительно небольшой, длина 86 миллиметров, диаметр 32, в руке смотрится вот таким образом. Можно поставить на торец для того, чтобы подсветить стол вместе с креплением, но без аккумулятора, он весит 130 граммов. Дизайн у него в целом, как видите, такой без явно выступающих деталей, что положительно сказывается на применении этого фонаря. Где-то в стесненных условиях, в каких-то ограниченных пространствах, например в подвале, снижается вероятность зацепиться за какую-нибудь выступающую трубу или провода. Питается он от одного элемента 18650, либо от двух элементов CR123. Также производитель допускает, хотя и не рекомендует, использование аккумуляторов RCR123. Оснащен он креплением, романтически именуемым в народе стринги. Крепление очень хорошее, качественная резинка, легкая регулировка, буквально одним движением можно подогнать под размер головы. Кстати говоря, сразу из магазина фонарь приходит с таким вот собранным креплением, то есть не нужно решать головоломку, пытаясь понять, как это крепление нужно собрать воедино. Удерживается фонарь на голове очень надежно. Я это проверял в том числе и во время пробежки. Так что даже при тряске фонарь не теряет ту регулировку, которая была изначально задана. Фонарь можно направить вертикально вверх, можно направить вертикально вниз. То есть диапазон регулировки в этом направлении у него составляет 180 градусов. И выставленную регулировку, повторю, он сохраняет в том числе и при тряске, которая возникает во время бега. В целом по укреплению никаких нареканий нет. Единственное, есть одно замечание. Если фонарь надеть на голую голову и туго затянуть, то грани вот этой резинки наминают лоб и оставляют такие достаточно неприятные замены. Поэтому не стоит туго затягивать. Крепление, в общем-то, и так неплохо держит, если просто подогнать по размеру головы. У фонаря два разных типа светодиодов. Основной по центру располагается Cree XML2-T6. По бокам от него располагаются два красных светодиода. Встречаются нарекания на то, что основной светодиод плохо отцентрован. На моем экземпляре этого нет. С центровкой все в порядке. Единственное, этот светодиод ощутимо зеленит. Зелень чувствуется в режимах начальных невысокой яркости. При переходе на режим, начиная где-то со 170 люмен, зелень уже не ощущается практически. Ну, может кто-то заметит. Я, например, со 170 ее не замечаю, а вот на 35,1 люмен я ее явно вижу. Что касается режимов, кстати говоря. То всего для двух светодиодов здесь в общей сложности 10 режимов работы. А для центрального светодиода предусмотрено 5 режимов яркости. Вот такая табличка есть. 1, 35, 170, 350 и 565 люмен. При этом во второй строчке указано время работы в каждом из режимов. Можете нажать паузу для того, чтобы посмотреть. Так вот, для каждого режима предусмотрено, вернее прописано свое время работы. Но здесь нужно учитывать, что это время работы предусмотрено для аккумулятора емкостью 2600 мАч. Если у вас будет аккумулятор большей емкости, то в каждом из режимов, естественно, фонарь проработает дольше. Ну, например, если будете использовать аккумулятор емкостью 3400 мАч, то будет так. Вместо 400 здесь будет 523 часа, то есть 21 день работы. Вместо 32 часов будет 42. Здесь будет 8 часов 10 минут. Здесь будет 3 часа 35 минут. И здесь будет 1 час 40 минут. То есть время работы ощутимо возрастет. У фонаря золоченые контакты. Золоченый контакт здесь. Золоченый контакт внутри. Так. Что-то не пойму, видно его или нет. В общем, внутри такой контакт золоченый без выступающей какой-то пружинки. И в связи с этим фонарь не работает, если у аккумулятора плоский плюс. Не пугайтесь, если вы вдруг купили фонарь, вставили заряженный аккумулятор, а фонарь не включился. Нужен аккумулятор, у которого выступающий плюс. Либо изначально задано с завода, может быть аккумулятор защищенный, а может быть вот таким образом. Кустарно переделанный. Просто напаяно олово на плюсовой контакт. Крышечка довольно интересной конструкции. Такое встречается у нейткоров. Внутренняя часть вращается. Штырьком нужно попасть вот в это отверстие. Ну, на самом деле, не обязательно прям попадать, прицеливаться. Достаточно просто приблизительно попасть крышкой, и она нормально закручивается. То есть, на самом деле, это не такая проблема, как может показаться по фотографии. Хотя, иногда бывает такое, что пытаешься закрутить, и вот как-то никак не попадешь. Ну, такое бывает, может быть, один раз из десяти. Резьба анодированная. В связи с этим, можно чуть-чуть приоткрутить крышку и застраховать фонарь от случайного включения. Сама резьба изначально была промазана, так же, как и резинка. И вообще, резьба очень хорошая. Она обеспечивает очень хороший ход, хорошее закручивание. Фонарь, в целом, кстати говоря, соответствует стандарту IPX8. То есть, можно его погрузить в воду на 2 метра, и в течение получаса вода туда не проникнет. Производитель это гарантирует, и с этим у него все в порядке. Одной из интересных особенностей фонаря является наличие встроенного вольтметра. Вот эта кнопка включения одновременно является индикатором, с помощью которого можно увидеть, до какого уровня заряжен аккумулятор. Сейчас крышка чуть-чуть приоткручена, поэтому контакт отсутствует. Если я ее доверну, то кнопка начнет мигать. Количество миганий покажет заряд аккумулятора, напряжение аккумулятора. Мигает кнопка двумя группами. Сначала несколько миганий показывают целые вольты. Потом, после паузы, дополнительные мигания показывают вольты после запятой, то есть десятые. Точность вольтметра одна десятая вольта. Итак, докручиваю крышечку. Раз, два, три, четыре. И один. То есть, четыре целых одна десятая вольта напряжения аккумулятора в данный момент. Еще вольтметр показывает заряд аккумулятора приблизительно в момент включения. Когда включаешь, кнопка горит, и нужно посмотреть, каким цветом она загорелась. Сейчас она горит зеленым цветом. Это значит, что аккумулятор разряжен меньше, чем наполовину. Если горит красным цветом, то значит, аккумулятор разряжен больше, чем наполовину. Встроенный вольтметр, это очень удобно. Можно перед выходом спрогнозировать, насколько вам хватит аккумулятора и стоит ли его заменить. У фонаря очень широкая засветка. Это вообще идеально для налобного фонаря. Посмотрите, насколько широко. Ну, это покажу в ходе тестов. Что касается управления. Управление здесь организовано очень грамотно. Здесь очень хороший алгоритм управления. Как я уже говорил, всего здесь 10 режимов работы. Если бы эти режимы были такими, как это делается на дешевых примитивных фонарях, то было бы очень неудобно перебирать все режимы по кругу. Но в данном случае мы имеем дело не с примитивным фонарем, а с нормальным брендовым. Поэтому управление организовано очень неплохо. Если нужно включить красные светодиоды, то нажимаем и удерживаем кнопку. Загорались красные светодиоды. Полунажатие переводит их в мигающий режим. Если нужен основной светодиод, то просто нажимаем кнопку. Вот он загорелся. Перебираем режимы яркости с помощью полунажатий. Вот сейчас 1 люмен, 35, 170, 350, 565 и снова 1 люмен. Все очень удобно. Если нужны специальные режимы, такие как SOS, полицейский маяк, то нужно при включенном фонаре дважды быстро нажать кнопку. И теперь полунажатиями можно перебирать эти спецрежимы. Все очень удобно. К алгоритму управления вообще нет никаких нареканий, никаких вопросов. Это идеальный алгоритм. Суметь вот так запихать в один фонарь 10 режимов, так чтобы они не мешали друг другу, это сделано очень грамотно. Но если к алгоритму нет никаких нареканий, то это нельзя сказать про саму кнопку, про механику включения. Есть у этого фонаря одно неприятное свойство, о котором говорят с момента его появления, и которое производитель до сих пор, начиная с 2013 года, так и не убрал. Нарекания касаются выключения фонаря. Вот сейчас горит режим 1 люмен. Я выключаю фонарь. Просто выключил. Но перед тем, как выключится, фонарь в последний момент успел перескочить в следующий режим 35 люмен. И теперь, когда я его включу, он включится не в режиме 1 люмен, а в режиме 35. Это очень неудобно. Это в практическом плане создает массу неудобств. Представьте себе, что вы работали где-нибудь в подвале при освещении 1 люмен, ну, может быть, потому что у вас аккумулятор разряжается, может, еще по каким-то причинам. Но, в общем, работали вы в режиме 1 люмен, глаза у вас адаптировались. На какое-то время надо было выключить фонарь. Выключили. Теперь вы его включили в режиме 35 люмен. Чтобы вернуться в режим 1 люмен, вам нужно будет пройти по кругу все режимы яркости. 170, 350, 565. Посмотрите, насколько он яркий. Теперь включаю 1 люмен. Первое время будет казаться, что наступила вообще полная темнота, ничего не видно. Надо будет ждать, пока глаза адаптируются. Это очень неудобно. Решается эта проблема резким выключением. Нужно привыкнуть выключать его вот так. Теперь, когда я включаю, он включается в режиме 1 люмен. Но это требует, во-первых, привычки, во-вторых, не всегда получается, в-третьих, это может быть неудобно, если у вас, например, замерзли пальцы, и они плохо слушаются. В общем-то, это неудобное выключение, это единственное серьезное нарекание, которое есть к этому фонарю. Если бы они его убрали, то я бы сказал, что фонарь отличный во всех отношениях. Естественно, один из самых интересных вопросов это то, как фонарь светит, насколько он удобен на практике. Для того, чтобы как-то продемонстрировать сравнение, я использую еще пару фонарей в качестве напарников в этом обзоре. Во-первых, буду использовать вот такой фонарик. Это примитивный фонарь, стоимость которого приблизительно 3 доллара в китайских магазинах. Понятно, что они находятся в заведомо неравных условиях. Но здесь я исхожу из того, что основные зрители моего канала это не ветераны фонаревки, съевшие собаку на фонарях, а обычные люди, которые и название это Кри в большинстве своем не слышали. Поэтому я хочу в большей степени для них продемонстрировать, что означает современный фонарь и в чем состоят его достоинства. Я сужу по своим знакомым, по всевозможным электрикам, сантехникам, которых регулярно встречаю. Они пользуются вот такими фонарями, считают, что это отличные фонари. Я имею в виду не конкретно модели, а в принципе уровень технического исполнения. Так вот, наши электрики, сантехники пользуются такими фонарями и считают, что это и есть современный уровень фонарика строения. И когда говоришь, что фонарь стоит 60 долларов, то цифра кажется совершенно какой-то фантастической, нереальной, и люди думают, что это просто деньги берутся ни за что, за какое-то громкое имя и вообще это грабеж. Второй фонарик, который я буду использовать в обзоре, это вот такой линзовый фонарь. Стоимость его в китайских магазинах составляет обычно около 10 долларов, но здесь нужно оговориться, что конкретно этот экземпляр был серьезно переделан. Здесь изменено практически все. Заменен диод, заменена контактная группа, заглушена регулировка фокуса. Здесь, ну, по сути, от этого фонаря осталось только крепление и корпус. Все остальное переделано. Изменен диод, изменен драйвер, вообще все переделано. Повторю, здесь только корпус и крепление остались. Ну, давайте прикреплю тестирование в различных условиях и потом продолжу. Итак, Nightcore, режим 1 Lumen, и он вполне позволяет читать. Когда светишь вдаль, кажется, что 1 Lumen это вообще полная темнота, но когда светишь себе под ноги, когда светишь себе на какие-то книжки, то оказывается, что этого режима вполне достаточно для чтения и каких-то схожих задач. Ну, а режим 35 Lumen это уже очень ярко, очень светло. У китайского многодиодника рабочий режим тоже вполне достаточен для того, чтобы читать. Он даже поярче, чем у Nightcore, просто распределение света очень некомфортное. Но сама яркость вполне позволяет читать. Ну и вот линзовый фонарь. У него, кстати, из всех этих трех фонарей самый мощный минимальный режим. Здесь проявляется отличие линзовой системы. Проявляется оно в том, что, во-первых, в пределах вот этого светого пятна освещение очень равномерное. Что в середине, что на краях очень равномерный свет без какого-то выраженного ходспота. Но, с другой стороны, у него очень четкие границы. То есть, вот здесь светло, здесь светло, а здесь резко проходит граница. Если у Nightcore, я, скосив глаза до упора вправо-влево, вообще не вижу границы освещенной области, то есть, он освещает, по сути, все, куда я могу посмотреть, то в данном случае, такое впечатление, что я смотрю в какой-то хорошо освещенный колодец. Вот здесь у меня четко освещенная область, но за ее пределами, как за стенками колодца, уже наступает темнота. Конкретно этот фонарик вообще переделывался для того, чтобы обеспечить подсветку в рабочей области при таких вот работах, преимущественно на столе. То есть, если мне надо что-то делать, подпаивать, то фонарик мне подсветит конкретно ту область, где у меня находятся руки, где я что-то выполняю, какую-то работу. В этой роли он хорош, но в то же время он не обеспечивает такой широченной и равномерной засветки, как Nightcore. Nightcore HC 50, минимальный режим, ближние дистанции, это как раз стихия налобного фонарика, но камера не передает то, что я вижу глазами. В минимальном режиме я вижу намного лучше, чем то, что видно на камеру. Можете поверить на слово, глазами вполне неплохо видно и вполне можно ориентироваться. Но вот на таких близко освещенных предметах камера показывает адекватно. Примерно так я и вижу глазами. То есть, это вполне нормальное освещение для того, чтобы открыть дверь. Можно заглянуть внутрь, посмотреть, что находится здесь, в этой каморке. Это заброшенная чья-то каморка. То есть, в принципе, этот режим на самом деле вполне позволяет ориентироваться. И здесь для работы в подвале этого вполне достаточно. При этом, напомню, работает фонарь в этом режиме до 400 часов. Следующий режим 35 люмен. Это уже очень приличное освещение. Ну и, кстати говоря, по большому счету, это может быть основной режим, которого вполне хватает для того, чтобы вполне комфортно себе освещать дорогу. Причем не только в закрытом помещении, но и на открытом пространстве. Следующий режим. Ну, это уже совсем хорошо. Следующий режим. Это уже скорее для открытых пространств. Здесь, в таком коридоре, это избыточно. Но, этот режим тем более избыточен максимальный. И теперь, чтобы почувствовать разницу, перешел в минимальный режим. Ну и, чтобы было с чем сравнивать еще, китайский многодиодный налобник. У него один режим, нет никаких минимальных, максимальных. И, для сравнения, Nightcore в минимальном режиме. Вот это Nightcore. В принципе, в этом режиме Nightcore слабее чуть-чуть. Но, уже в следующем режиме 35 люмен. Я думаю, разница очевидна. Хочу обратить внимание на одну особенность линзового фонаря. Он хорошо освещает то, что находится под ногами. Вот сейчас я его направил себе под ноги. И здесь он освещает все очень хорошо. Но, если я поднимаю глаза и пытаюсь посмотреть, что находится там впереди, то там полная темнота. То есть, он туда не освещает. У него очень четкая граница светового пятна. Nightcore в такой ситуации освещает и то, что здесь, и то, что там. То есть, он в принципе заливает светом все, куда я могу посмотреть, куда я могу повернуть глаза. В этом плане Nightcore выигрывает. Ну, а у линзового фонаря очень равномерное освещение вот здесь, в пределах этого светового пятна. запись на улице. Небо очень светлое. В минимальном режиме пятно еле видно. Вдаль вообще его не видно. Следующий, второй режим, уже получше. Разница ощутима. Третий режим. Так, сейчас камера сфокусируется. Третий режим гораздо ярче. Четвертый. Пятый. Как это выглядит со стороны? Минимальный режим. Чуть вдаль посвети. Ага. Второй режим. Третий. Четвертый. И турбо. Для сравнения, линзовый фонарь. И второй режим. И для сравнения, китайский многодиодный налобник. Вот так вот он вроде как светит. Ну что ж, я надеюсь, тесты были достаточно информативными. Подводя итог, могу сказать, что Nightcore оказался безоговорочным лидером. Причем я сейчас говорю не о яркости, которую он способен выдать. Понятно, что он и по яркости лидер. Но вот этот фонарик, линзовый, он тоже светит достаточно ярко. Он тоже использует аккумулятор 18650. Я сейчас говорю о том, насколько фонарь отвечает реальным потребностям, насколько с ним удобно работать. Если проработать с каждым из этих фонарей несколько часов в условиях темноты, то разница ощущается очень сильно. И Nightcore здесь безоговорочный лидер по качеству света, по тому, насколько то освещение, которое он выдает, комфортно для реальных задач, для реальной работы. Я в тестах подчеркивал, еще раз скажу, что у него очень широкая, очень комфортная засветка. То есть, я просто поворачиваю голову, и я вижу все, что находится в реальном поле моего зрения. Я могу скосить глаза налево, направо, вверх, вниз, и я вижу, что освещено все, куда я смотрю. Мне нет необходимости как-то дополнительно еще фонарем выцеливать отдельные области, для того, чтобы подсветить. Я просто поворачиваю голову, и все вижу. Идеальное освещение, в этом плане все просто супер. Еще хочу добавить сюда небольшой ролик, для того, чтобы показать разницу между фонарями разного технического уровня. В тесте будут участвовать эти два фонаря. Полностью заряженные аккумуляторы, включаю и направляю их на люксметр, и дальше делаю замеры каждый час, глядя на то, как меняются показания люксметра. Китайский фонарь показывает 15-16 люкс. Вот, стабилизировался на 16 в зоне ход спота. Если отвести в сторону, то будет, естественно, меньше. В общем, 15-16. Nightcore доходит до 90. Где-то 87. 88. В общем, под 90. Будем считать, что 88. 88-87. Все, оставляю фонари включенными. Прошел час. Китайский фонарик показывает порядка 11-12 люкс. Да, 12 в общем. Nightcore выдает примерно а выдает он те же самые 87-88 люкс. Да, 88. Плюс час получается в районе 9-10 люкс. 8-9-10. Nightcore все так же 87-88 люкс. Прошел еще час и люксметр показывает 6-7. Да, 6-7 до 8 люкс. У Nightcore показывает 86-87. Все те же 88 люкс. Прошел еще один час и китайский фонарик показывает от 6-ти до 7-ми люкс. Иногда показывают до 8-ми. В общем, 6-7. Так, Nightcore выдает по-прежнему 88 люкс. Прямо тютелька в тютельку. Ролик можно было бы продолжать, но идея была скорее в том, чтобы показать тенденцию. Это только один из аспектов, который имеет отношение к разнице между дешевыми и дорогими фонарями. Дешевый фонарь хорошо светит только в первый момент, когда аккумулятор полностью заряжен. Фонарь с нормальным управлением, не важно будет это Nightcore, Zebra или Phoenix, он светит стабильно. Здесь продвинутая электроника стабилизирует яркость, соответственно, вы все время, пока пользуетесь этим фонарем, имеете нормальное освещение. Этот фонарь светит хорошо в первый момент, но потом он светит все хуже, 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 и в конце концов он может светить с яркостью тлеющего окурка. Причем, если мы говорим о фонаре на литиевых аккумуляторах, то это создает еще угрозу того, что фонарь просто переразрядит аккумулятор и таким образом выведет его из строя. Здесь защита от переразряда стоит. И если кто-то считает на полном серьезе, что фонарь за 10 долларов ничем не уступает фонарю за 60, то наверное такой человек верит, что Mercedes ничем не отличается от ВАЗ 2106. Я уже говорил, что вот этот фонарик стоит в среднем 10 долларов, но за 10 долларов он очень условно готов к применению, потому что на нем совершенно не реализован теплоотвод. Диод перегревается и может выйти в любой момент из строя и в любом случае он деградирует по мере перегрева. Здесь убогий драйвер без защиты от переразряда с дурацкими режимами, которые находятся вместе с основными режимами, совершенно убогая контактная группа, ну в общем это фонарь, который в любой момент может выйти из строя, а если он и работает, то он обеспечивает не очень хороший функционал. Когда его начали улучшать, переделывать, то это потребовало дополнительных вложений. Заменен диод, драйвер, контактная группа, все остальное в итоге это просто заготовка для фонаря, а то, что получилось в итоге с учетом дополнительных комплектующих стоит уже не 10, а 19 долларов. Но и за 19 долларов он все еще сильно уступает Найткору. Если сюда поставить драйвер со стабилизацией, если сюда добавить дополнительные функции, то его цена еще сильнее возрастет. То есть в любом случае любые улучшения по функционалу, по управлению и по всему остальному они требуют вложения, они стоят денег. Поэтому за то, что здесь стоит вольтметр, грамотное управление, стабилизация и за все остальное приходится платить. Но я думаю, что взрослые люди должны понимать, что чудес не бывает. Ну и кстати говоря, я хотел бы выступить в защиту этого фонаря. Этот фонарь совершенно убогий. Он убогий по всем параметрам. Он убого светит. У него начисто отсутствует любая защита от влаги. Посмотрите, здесь такая щель просвечивающаяся. Здесь убогое управление. Нужно пройти через мигалку, чтобы просто выключить фонарь. Здесь плохое крепление, которое растрескалось практически сразу после начала применения. Ну в общем фонарь совершенно убогий. Но я думаю надо смотреть на вещи реально. Если ваши задачи простираются не дальше, чем раз в месяц сходить в подвал за картошкой, этого фонаря объективно достаточно. И для такой задачи покупать фонарь за 60 долларов я, честно говоря, считаю глупостью. Этот фонарь хороший. Если вам требуется его использовать регулярно, если вам нужно, чтобы он гарантированно светил в тот момент, когда он вам понадобится, ну например, вы на автомобиле ехали и поломались где-нибудь на трассе или в степи и будете вынуждены ремонтироваться. Или вы электрики и вам нужен комфортный гарантированный свет и высокая продолжительность. Ну в общем, если вам нужно качество, за него надо платить. Если вам объективно достаточно лишь бы там что-то было видно, то зачем платить очень дорого, когда можно потратить всего 3 доллара. Можно даже потратить 6 долларов и иметь два фонаря, если один поломался, просто возьмете второй с полки. еще вопрос, который можно затронуть это режим красных светодиодов. Я знаю, что многие не видят в них смысла, не задаются вопросом о том, зачем они вообще нужны. Для начала давайте продемонстрирую, как они светят. Свет красных светодиодов тоже вполне позволяет читать. сначала непривычно, но после адаптации зрения вполне комфортно. Еще покажу режим красных светодиодов. Вот загорелся. На самом деле камера опять же не покажет адекватно, но в принципе хотя нет, показывает довольно неплохо. Как видите этого света вполне хватает для того, чтобы по крайней мере видеть, что находится у тебя под ногами, чтобы не наступить на что-нибудь. Ну и в принципе вполне можно также заглянуть в помещение, увидеть что там лежит. По крайней мере для таких несложных работ этого освещения вполне достаточно. В общем-то красные светодиоды обеспечивают примерно такую же освещенность, что и основной светодиод в режиме 1 люмен. Производителям заявлено, что яркость составляет 1,2 люмена, но поскольку у основного светодиода есть определенный ходспорт, то с его помощью видно все-таки чуть-чуть подальше. Кроме того, есть разница в энергопотреблении. Если основной светодиод в режиме 1 люмен может проработать 400 часов, то красные светодиоды проработают 145 часов. Самый интересный вопрос, для чего это нужно и нужно ли это в практическом плане. Красный свет отличается тем, что он не нарушает ночное зрение, не сбивает аккомодацию глаза. Если мы попадаем в темноту, то у нас зрение начинает адаптироваться. На то, чтобы адаптироваться, ему требуется в среднем от 30 до 40 минут. Каждый, я думаю, знает, что лунной ночью можно вполне ориентироваться в темноте и можно довольно неплохо видеть дорогу, окружающие предметы. То есть, в принципе, можно перемещаться по открытой местности вообще без какого-то фонарика. Так вот, ночное зрение адаптируется, но если при этом адаптировавшемся зрении включить фонарик, то эта адаптация моментально сбивается. Зрачок моментально сужается и для того, чтобы вновь адаптироваться, глазу снова нужно эти самые 30-40 минут. А красный свет адаптацию не сбивает. То есть, можно пользоваться фонарем и в то же время сохранять ночное зрение. Это может быть полезно для охотников, рыбаков, для военных, ну, в принципе, для различных специфических ситуаций. Очень интересный эффект, когда идешь лунной ночью, включаешь красный свет и получается такой двойной эффект. С одной стороны, с помощью фонарика гораздо лучше видишь то, что находится вблизи под ногами, но в то же время своим ночным зрением видишь предметы, которые находятся вдали и освещены лунным светом. Если пользоваться обычным фонарем, то получается такой эффект освещенной комнаты, когда видишь очень хорошо то, что находится в луче фонаря, но совершенно не видишь, что находится за границами этого луча, там находится полная темнота. Ну и еще один интересный аспект, животные, птицы и рыбы не реагируют или почти не реагируют на красный свет. Если вы на ночной рыбалке именно во время рыбалки включите фонарь, то с большой вероятностью вы отпугнете рыбу. Если включите красный свет, то с большой вероятностью вы не отпугнете рыбу, животных и птиц. Вообще нормальных научных исследований насколько я знаю недостаточно и мнение расходится то ли животные вообще не видят красный свет, то ли они просто его меньше боятся. Но с практической точки зрения факт состоит в том, что меньше вероятность спугнуть. Ну и подводя итог, резюме по фонарику. Фонарик отличный. На самом деле отличный фонарик, который меня практически полностью устраивает. Единственное нарекание, которое у меня к нему есть, это вот это самое неудобное выключение, при котором фонарь успевает перескочить в последний момент в следующий режим. Если бы это устранили, то фонарь был бы вообще отличным, почти идеальным. Для меня пять режимов яркости основного светодиода честно говоря избыточны. По сути я бы выкинул один режим, но это не принципиально. Это уже мелкие придирки. Еще хотелось бы, чтобы фонарик работал от любых аккумуляторов, в том числе и от тех, у которых плоский плюс. Это тоже, если уж фонарик доводить до идеала, то было бы желательно. Следует учитывать, что разобрать этот фонарь в принципе можно, для того, чтобы отремонтировать, модифицировать, но это довольно затруднительно. Так что учитывайте, если вы любитель самостоятельно покопаться, поразбирать, то для вас это может быть негативным фактором. Позитивный фактор. Турбо режим здесь работает по температуре. То есть, пока фонарик не нагреется до 55 градусов, турбо режим будет работать. В отличие вот, например, тех же фениксов, где фонарик тупо выключает турбо режим после нескольких минут работы. Здесь более правильное управление, более логичное. Ну и по поводу света я уже говорил, что свет очень комфортен, очень хорошо подходит для реальной работы, для реальных задач. Ну и, кстати говоря, напоследок хочу сказать в принципе не про этот фонарь, а вообще про налобные фонари. На мой взгляд их сильно недооценивают, они не пользуются той популярностью, которой должны бы. На самом деле налобные фонари это один из самых практичных фонарей, который в принципе существует среди всех форм-факторов, потому что свободные руки это то, что нужно в очень-очень многих ситуациях. Если вы ремонтируете машину, то гораздо удобнее иметь на голове фонарь, вместо того, чтобы просить кого-то, это если этот кто-то еще есть рядом. Так вот, вместо того, чтобы его просить, так, ну-ка посвети сюда, нет, вот так, вот так, а ну-ка, да, вот так, держи. Если вы где-то в деревне работаете, кидаете сено, чистите двор от снега, или выполняете какие-то работы в подвале, или делаете что-то еще, копаетесь в электрощитке, и так далее, и так далее, во всех этих ситуациях налобный фонарь это идеальное решение. Но, на мой взгляд, многие недолюбливают налобные фонари из-за комплексов. Мне ни один, ни два человека говорили, что да, было бы удобно, но что я как дурак буду по городу с фонарем на лбу? Вот так вот. Ну, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok